Добрый день, здравствуйте! Смотрю страничку «Лиза Алерт» в Кировской области во Вконтакте. Последняя запись об исчезновении человека вчерашним днем датирована, но и уже появилась плашка, что найден человек жив. Насколько сейчас, сразу же переходим непосредственно к теме нашего разговора, насколько сейчас много работы у поисковиков-добровольцев, с чем это связано. Август впереди. Это взрослые, это дети. Взрослые, дети. В общем, давайте, время есть, можем подробно поговорить обо всех нюансах. Сейчас приходит обычно несколько заявок в день. Большей частью это городские, конечно, взрослые, на детей пока мало, и это очень хорошо. Лесные заявки тоже периодически, тоже может быть до трех в день, например, да, лесная или наоборот город-лес, то есть когда это СНТ или какая-то деревня, среда смешанная. Ну, сейчас на данный момент больше двухсот заявок, вот если с начала года смотреть. И они все прибывают. Идет по нарастающей. А в этом году когда пиковые такие подъемы были? Сначала теплого сезона, видимо, в первую очередь, да? С грибами. С грибами, да, с грибами. Да, с грибами, с ягодами люди почувствовали, что тепло, хорошо. Появляются сообщения о том, что смотрите, сколько я грибов набрал вот в таком-то районе, и все сразу туда. Кстати, первые такие сообщения, они появились в Котельническом районе, что здесь много грибов. И первые заявки лесные у нас тоже были на Котельнический район. То есть это связанные вещи, да, получается? То есть люди пишут в соцсетях, показывают результаты своей тихо-тихой охоты. Там начинается переписка, где набрали, подскажите место, и все. Как один из сопутствующих факторов, это человек просто-напросто исчезает. Да, поэтому вот в июне, когда прошли дожди, стало тепло, был первый всплеск. В июле, тоже где-то в начале июля, наверное, это было. Сейчас чуть-чуть потише стало. Потому что жарко, за грибами уже не идут. Идут, может быть, за ягодами, а за ягодами, я даже не знаю, настолько ли углубляются в лес. Да, за ягодами на болото надо идти, там еще сложнее бывает. Ну, точно знаю, что северные районы области сейчас в эти дни прям активный сбор той же черники идет. В выходные я буквально побывал в Апаренском районе, там соседи. Никому не рассказывайте. Да-да-да, где много ягод. Кстати, да, что я упомянул, прям по несколько ведер, что называется, ежедневно. В общем, активно такой идет сбор, но, увы, далеко не всегда это заканчивается благополучным возвращением людей домой. Мы же понимаем, да, что это затишье, оно временное, и что дальше все-таки, ну, то есть, оно скоро закончится, и количество заявок будет расти и в августе, и в сентябре. Ну, у вас август-сентябрь традиционно, я так понимаю, что самые, наверное, горячие месяцы. Да, у нас многие берут даже отпуск специально с целью, чтобы по лесам походить, ну, потому что действительно работы очень много бывает в это время. Там буквально поиски одного заканчиваются, тут же параллельно другого. Да, если есть возможность, у нас ребята бывают с одной заявки на другую, ну, живут в лесу по неделю. Сколько сейчас человек в отряде? Это очень такая цифра непостоянная. Ну, активный. Актив это всегда примерно 30-40 человек. 30-40 человек. Плюс-минус. Мы ждем. Ну, я так понимаю, что есть потребность в людях, да, как раз вот сейчас, в июле, перед августом, перед сентябрем, надо, наверное, об этом сказать, да? Да, потребность в людях всегда есть, потому что чем больше будет людей, тем больше каждый конкретный человек сможет проводить ночей дома, а не в лесу с близкими и с родными. То есть, соответственно, как бы количество там труда, оно делится равномерно. И если там, ну, условно говоря, один человек будет ездить на каждый поиск, понятно, что это очень тяжело. Нас больше, соответственно, всем, каждому в отдельности чуть полегче, да, да, да. Ну, и раз уже заговорили о тех, кто требуется, собственно, непосредственно требования, просьбы можем сейчас озвучить к людям, которые могут поучаствовать и присоединиться к работе отряда. Я думаю, что не бесполезным еще раз напомнить. Ну, и дорогие реки ведь не только те, кто идут непосредственно там, да, в лес, например, да, это есть люди, которые могут помогать какими-то другими вещами. Распространять информацию, да. Да, направлений очень много, и любой человек, ну, если у вас есть хоть какое-то увлечение, свободное время, интерес в жизни, вы можете прийти и принести пользу. Ну, давайте, давайте конкретно поговорим о тех, кто может ездить непосредственно на полиски. Ну, у нас требование одно формально, то есть никто из нас не супергерой, нет требований, что человек должен обладать какой-то хорошей классной физической формой, уметь там отжиматься или подтягиваться. Нет, у нас... Разряд по туризму тоже не нужен. Нет, даже компасом не нужно. 18 плюс. Вот единственное требование, человек должен быть совершеннолетний, и все. А дальше уже действительно можно выбрать любое из направлений в отряде и помогать. То есть действительно и пешим в лес, при этом надо понимать, что мы всегда работаем двойками, тройками, ну, так называемыми лисами, да. То есть никто вас одного в лес ночью не отпустит. Никто не скажет, иди и найди. Конечно, да-да-да, это всегда командная работа, это всегда группа, и всегда будут старшие поисковые группы в команде, которые скажут, как клеить ориентировки, в какую сторону они должны быть ориентированы там, как работать на отклик, через сколько кличи. Он, у него будет навигатор, рация, компас, и он обязательно выведет вас в штаб, да-да-да. То есть многие просто, когда вот приходят на новичковые лекции, встречи, знакомства с отрядом, говорят, я так боюсь леса, я так боюсь темноты, и я, типа, боюсь, не пойду никогда в жизни одна. Стоп, как бы, нет, мы у вас, ребята, правда, одного никуда, даже на городском поиске мы по одному не ходим, даже на осмотр подъезда, да, то есть подняться до чердака. Минимум два человека всегда. Вот, поэтому бояться не нужно, и никакой, как бы, то есть многие спрашивают, а что там, типа, обучение, процедуры, какие-то вступления в отряд, нет, вы просто пишете под постом, что вы готовы, едите на поиск, и потом уже в процессе получаете опыт, знания, и уже, да-да-да. Да, можно это делать параллельно, можно после того, как съездил на первый поиск Дотова, то есть какой-то алгоритм вступления, его нету. Никто не повесит там, что всё, ты там контракт кровью, да-да-да. С диплом никогда не выдаст, да. Ну, на самом деле, кроме вот поисковиков, которые всегда очень нужны, и мы, ну, мы прямо приглашаем вас на прогулку в лес, да, провести время с пользой для здоровья, для общества, для души, так сказать, познакомиться с новыми людьми и прочее. Но есть же много других вещей, которые, в которых тоже можно помогать, например, я абсолютно точно знаю, что у нас в Кирове есть радиолюбители, прям целый клуб есть, а нам очень не хватает людей, которые разбираются в радиосвязи, то есть у нас есть какие-то радиостанции, антенны, их, с ними что-то надо делать, то есть мы учимся тоже, мы стараемся это делать, но если человек уже в этом разбирается, его бы помощь была неоценима, например. Или, я точно знаю, среди моих знакомых есть такие люди, которые любят водить машину, ну вот за рулём это прямо их, вот, это ветер там, не знаю, дорога и так далее. Это классно, если они смогут в качестве водителя, например, отвезти поисковиков на место поиска, а потом забрать их обратно. Никто не погонит их в лес, если они, допустим, там, ну по состоянию здоровья не могут или ещё по каким-то причинам. А это огромная помощь, потому что привезти людей, а потом увезти уставших с поиска, которые хотят домой на работу, это здорово. Есть направления беспилотники, например, то есть можно отучиться на пилота и летать с квадрокоптером. Можно сидеть дома, звонить в больницу и спрашивать, не поступал ли случайно вот такой человек, и это тоже будет огромная помощь. Да даже просто, вот вы говорите, читаете группу, да, написать какую-то статью, какое-то обращение так, чтобы всех заинтересовать, это тоже очень классное умение. И нам постоянно, мы рады всем с любыми талантами. Сделать цепляющий пост такой, да? Фотограф это может быть, потому что, сами понимаете, что качественная картинка, это тоже очень важно, она привлекает людей, она объясняет, как мы работаем, как надо одеться в лес, например. То есть очень многое можно таких сделать вещей. Поэтому я говорю, любому найдётся занятие именно по душе, то, что он умеет или то, чему он хотел научиться, но вот было негде. Обучение мы всегда рады только предоставить. Это мы про людей сейчас говорим. Если говорить про потребности отряда в материально-техническом оснащении, что называется, я, насколько помню, вы не можете впрямую просить там, да, что-то, купите нам, сделайте вот это, но люди, которые хотели бы помочь, например, финансово, как они могут это сделать? То есть вы же не собираете деньги, да? Нет, отряд денежную помощь не принимает. И это принципиальная позиция отряда с самого основания, да, чтобы не было людей, которые хотят нажиться на чужой беде, чтобы не было мошенников. Поэтому как бы в натуральном денежном выражении мы никогда не принимаем помощь. Причём мы всегда озвучиваем это для наших новичков, чтобы не было никаких недопониманий. И у нас нет юридического лица, у отряда именно в связи с этим, чтобы не было реквизитов, куда можно перечислить, да, что-то переводить. Или вот недавно был поиск, например, родные, мы нашли дедушку, и они приносят деньги, суют в руки и говорят, возьмите. Благодарить тем самым хотят, да? А хотя бы компенсировать на бензин, потому что это был, в общем, не Киров, да. Я говорю, нет, вот есть горячая линия, позвоните, и девочки-операторы скажут, как вы эти деньги можете через карту перечислить, там, тоже на топливо, на расходное, да. Бензин, топливную карту можно приобрести. Вот, но никогда не наличкой, да. И, соответственно, мы можем принимать помощь и принимаем с радостью от спонсоров, от частных людей, но именно расходными материалами, там, подарочными картами, ещё чем-то, но не переводами и не наличкой. Ну, то есть, смотрите, вот у нас был такой опыт, там, строймагазин, например, помогал нам материалами для нашего помещения, которое вот нам город недавно предоставил, чтобы можно было сделать там штаб. Кто-то, например, помогает с ремонтом отрядной машины, кто-то предоставляет карты топливные, на которых есть литры, то есть не деньги именно, а литры, на которые можно заправиться на поиск. Кто-то есть, кто просто нам, ну, в дорогу, может, там, налить термос кофе, например, кафель, бутерброды, хлеб, что-то такое. Помогают скотчем, бумагой. Да, 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 даже вот, когда у нас инструктора детские ходят в школу, иногда ребята просто от себя дарят, то есть коробка, например, скотчей или бумаги, на которой можно напечатать ориентировки. Заправить принтер отрядный, например, или просто помочь впечатить цветная печать, это тоже достаточно большой расход у нас. Ну, Люба, вот представьте себе, что может понадобиться. Покупают, да, и батарейки, когда резонанс, например, и резонансный поиск, собирается большое количество людей, волонтеров, добровольцев, и мы понимаем, что там и местные жители часто помогают, вплоть до репеллентов, да, приносят. Да, потому что такие расходные материалы очень быстро улетают. Ну, мы упомянули горячую линию, я думаю, что нужно озвучить, как мы и раньше делали, 8 800 754 52. Горячая линия поискового отряда Лиза Алерт. А, кстати, вот если переходить к конкретным ситуациям, когда человек приходит вот к тому, чтобы позвонить действительно на горячую линию, он... в какой момент вот родной, близкий человек пропал, обратились в полицию, там он чувствует, что как-то не могут помочь, тогда в Лиза Алерт звонит. На самом деле, это очень больной вопрос. Как это часто происходит, да? Потому что кто как. Некоторые звонят... Через полчаса, да? Через полчаса, некоторые через полгода. Ой, у меня бабушка куда-то исчезла, позвоню-ка я в Лиза Алерт через полчаса. Ну, да, я живу в другом городе, она что-то давно не отвечает на телефон, вот полгода не можем дозвониться, сами приехать не можем, не можете вы сходить проверить, то есть, ну, бывают и такие даже. Ну, редко, конечно, но бывают. И вы выполняете эти просьбы, что-то предпринимаете? Если я сейчас скажу, что да, выполняю, то к нам начнут звонить. То у вас еще больше начнется поток этих звонков. Ну, на самом деле, мы выясняем все обстоятельства, потому что если полгода нет связи, ну, если у нас есть возможность, мы, конечно, проверим, да. Обязательно заявление в полицию должно быть, мы об этом всегда говорим. Может быть, у них уже какая-то есть информация. То есть, мы берем заявки на пропажу людей, которые недавно пропали. Ну, максимум год, и то это не во всех случаях. Просто потому, что наши все методы, они рассчитаны на то, чтобы человека найти, который недавно потерялся. Как можно быстрее, да? Как можно оперативнее среагировать. И если мы наклеим ориентировку, а вы видели бабушку полгода назад, вы не вспомните об этом. Поэтому здесь усложняется многократно поиск. А так, на самом деле, так как мы с полицией очень хорошо и плотно сотрудничаем, как правило, когда к ним обращаются с заявлением, они сразу рекомендуют позвонить на горячую линию. Но, опять же, человек, смотря когда обратился, он может на следующий день, может через три дня, может сразу. Ну, вот насчет сразу хотела тоже поговорить. У меня есть ощущение, вот особенно сейчас, да, когда как раз вот грибной и ягодный сезон, что в некотором смысле у кого-то там паника может быть преждевременная, да? Не может быть преждевременной паники. И не надо бояться. То есть, очень часто люди думают, что мы или справимся сами, или вот подождем еще полчаса, еще полчаса. Поверьте, лучше соберутся там 10 человек, выедут и развернутся, проехав там 10 минут, и приедут домой. Это, правда, не так страшно, как если вы, переживая, что вы кого-то там дернете зря, там еще что-то, протянете до вечера, и мы поедем в ночь, да? То есть, не должно быть этого страха. Наше направление профилактики постоянно говорит, что особенно если это касается, конечно, пожилых и детей, что чем раньше, тем лучше. Не надо бояться потревожить. То есть, это вообще такой неправильный глагол. Звоните сразу, как только у вас возникло сомнение, что человек там... Вышло время, которое оговаривали. Да, что должно нас страшить? Ну вот да, конкретный пример какой-то привести. Например, утром родственник пошел за грибами или за ягодами, да? Договорились, что он вернется к обеду, либо, ну там, ближе к вечеру. Его нет. Это всегда нужно обговаривать, да? Хотя бы ставить в известность, когда ты собираешься обратно вернуться. Не вернулся. Все, начинайте звонить. Все, можно звонить. Надо понимать, что мы же не можем по щелчку взять, прям сесть в машину за две минуты и выехать. То есть, это нужно узнать обстоятельства. Обязательно. Мы заказываем карты для данного участка местности. Заказываете карты? Да. Картографы наши готовят отрядные. Да, конкретно этого участка смотрят самые свежие. А электронная карта, да, вот из открытых источников? Они как бы, да, они компонуют, готовят. Чтобы местность была подробно обозначена. Ну, самое актуальное, да, там же обновляются снимки, как правило. Вот накладываем сетку. Плюс у добровольцев какие-то свои дела. Человек может быть в саду, гулять с семьей. Или рабочий день у него еще не закончился. То есть, нужно время, чтобы завершить дела, собраться, одеться, подготовить оборудование, зарядить, там, сложить. То есть, это все равно процесс небыстрый. И, ну, это может пройти, там, час, два, три. Там, в особо сложных случаях, например, если заявка пришла в обед рабочего дня, мы можем выехать только к вечеру. И нужно понимать, но за это время мы можем что-то подсказать, может быть, проанализировать карту. Мы можем сказать, куда можно поставить машину с сигналом, чтобы, возможно, потеряшка вышла на нее сам. И, в принципе, это, наоборот, даже хорошо. У нас есть время подготовиться. Если к вечеру он выйдет, мы скажем, ура, как здорово. Да, все вернутся и будут счастливы. Какая информация, какой стандарт информации нужен от заявителя? Что нужно рассказать? Да, что нужно рассказать? Как зовут? Сколько лет? Ну, вот то, что мы видим в постах, да? Смотрите, когда обычно они звонят на горячую линию, у них спрашивают только самое основное. Фамилии, имя, отчество? Сколько лет? Да, есть ли особенности здоровья? Есть ли хронические заболевания там какие-то? И где, в каком районе, собственно, потерялся, что случилось? А потом уже, когда звонит инфорка, более подробно опрашивает, там, все, размер обуви, ушел за ягодами или за грибами, делся или раньше. Что было с собой? Что было с собой, да. Номер телефона, да. Номер телефона там, да, спрашиваете тоже. А почему важно курить-не курить? Спички есть или нет? Следы остаются. Во-первых, спички. Во-вторых, да, когда ты ищешь человека, который, мы знаем, что курит, например, там, конкретную марку сигарет, и ты нашел там пачку пустую, да, то есть это может свидетельствовать, что мы нашли верное направление, да. То есть любая подробность, любая мелочь и деталь, она может, ну, как бы сыграть на руку и так или иначе обеспечить какой-то быстрый исход, и поэтому инфорки, как вот Александр совершенно верно сказал, очень подробно расспрашивают. То есть там мы не можем сказать, что вот там вот конкретный список, и больше у вас ничего не спросят. Ну, в задаче инфорка, судя по названию, входит выяснить как можно больше информации, да, об объекте. Я вот сейчас подумала о том, что, наверное, люди, которые на горячей вашей линии звонки принимают, они еще советуют родственникам самостоятельно влез, не выдвигаться на поиски, потому что искать придется... Если у пропавшего телефона, они советуют не звонить ему, чтобы не высаживать телефон. Не высаживалась батарея. Это очень важно, потому что очень часто, ну, представьте ситуацию, да, там потерялся кто-то, звонит, вот, я что-то тут заблудился, ну, наверное, через часик выйду, что-то приплутал. Через час родственники звонят, ну что, вышел? Нет, не вышел. Еще через час вышел? Ну, давай, вот смотри, вот я тебе сейчас расскажу. Потом начинают, они же, конечно, позвонят и другим своим родственникам, они тоже будут звонить, потом соседи, знакомые, все деревни. Ну ты как, да, и постоянно по пропавшему названивают и говорят, ну ты где, ну чё, ну ты как. Что ты видишь. Да, что он видит, это однозначно, он видит деревья, лес, вот, и это не помогает, телефон высаживает, а после этого все может закончиться печально, потому что нет возможности с ним связаться и уточнить. Для человека... Да, просто я хотела сказать, что сейчас, может быть, как раз рассказать два слова про группу лес на связи, которые у нас работают специалисты. Давайте. Вот, просто в отряде есть отдельное направление лес на связи, это как раз ребята очень классные и крутые, которые дистанционно выводят человека из леса, если у него осталась хотя бы минимальная зарядка телефона, поэтому это важно. Это такой прям, ну, отрядный спецназ, да, что называется, потому что там и отбор, и обучение очень серьезно, их единицы, они работают на всю Россию, потому что, ну, вы представляете ответственность, да, то есть или мы там выезжаем группой 30 человек, там прочесываем лес, или он один ведет этого человека, ну, как бы куда-то... Ну, да, то есть если есть какие-то ориентиры, допустим... А перед этим человеком карта лежит в этот момент или что? Да, конечно, они смотрят в карту, по возможности они могут там послать СМС, чтобы в ответ им прислали как свое местоположение, то есть иногда можно излечить координаты. Ну, я так понимаю, в первую очередь нужно вот найти ориентиры, действительно, да, вот то, что видит специалист, да, 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 то есть привязать конкретной точке на карте, да, человека, где он примерно находится. И потом ему могут смотреть, что идите там, например, так, чтобы солнце светило там справа и спереди, либо еще какое-то направление дальше. Ну, потому что специалисты в этот момент на карте видят, например, что вот когда движение... Да, причем они говорят, они там, они могут просмотреть, условно говоря, даже наличие облачности в этом районе, ну, то есть они работают с очень большим количеством источников информации, и как бы... Да, самолет пролетел. Да, да, самолет, ну, то есть это реально очень крутые ребята, и чтобы они могли работать, очень важно не высадить этот телефон. Плюс, например, иногда бывает, что лес на связи получает координаты, и тогда уже выезжают волонтеры, чтобы дойти до человека, до конкретной точки, если, например, он уже не может там сам выбираться, да, но мы получили координаты, это уже, ну, как бы полдела, что называется, сделано. Но координаты можно получить, если человек ушел в лес со смартфоном, я так понимаю, да? Да. Ну, то есть где геолокация, там, определяется. Да, да. Там, каждые полчаса, то есть человеку, конечно, во втором случае гораздо комфортнее, меньше стресса, он понимает, что происходит, он держит связь, он может рассказать, если что-то там изменится, например, или он куда-то сам вышел. То есть, ну, заряд телефона в данном случае его нужно тратить на правильные вещи. Я просто вспоминаю, вспоминаю о том, что у кнопочных телефонов все-таки батарейки-то как-то хватает на подольше, чем у смартфонов, потому что не высаживается. Ну, у нас не везде есть возможность, конечно, связи, но тем не менее, все равно что-то где-то, там, 112, еще какие-то, хотя бы просто позвонить и сказать, что я потерялась, тоже важно. А 112 это... Служба спасения, да. Служба спасения, там можно дозвониться в каких-то там экстренных историях, когда вообще связи нет или нет? Ну... Она как-то по-другому работает, чем обычные телефонные номера. Нет, если сети нет, мобильной, то ты никуда не дозвонишься, нет, в любом случае. Имеется в виду, что если вообще сети никакой нет, то тут это, да, полный вакуум. А вот если, допустим, просто ваш оператор не работает, то она может через другого оператора зацепиться и 112 позвонить. Потому что в Кировской области достаточно распространенная ведь эта история, да? Ты заходишь в лес, у тебя, извините, МТС работает, а через пару километров МТС уже не работает и показывает, что нет сети, но это не значит, что... Это не реклама других мобильных операторов. Ну, условно, да, 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 и не антиреклама я просто привела в пример. Ну, как вариант забираться на возвышенность, на дерево, да, для того, чтобы... Чтобы ногу сломать потом. Вот когда речь идет о жизни и смерти, я думаю, можно идти на самые рискованные вещи. Теряются в основном пожилые люди, и они к тому моменту, когда поняли, что потерялись, они уже бесил, поэтому, честно говоря, залились на дерево, они вряд ли смогут. Ну, можно, как некоторые рекомендуют, написать смс и подкинуть телефон, чтобы он там где-то словил сети и отправился. Ну, не знаю, я не пробовала, ничего не могу сказать по этому поводу. У меня только одна стопроцентная рекомендация не ориентироваться по мху. Все остальное... А, это мы со школьных лет помним, да, что якобы на север, на северной стороне, нет, понятное дело, что это не так. Деревья, он везде растет. На что тогда ориентироваться? Ну, то есть, вот ты заходишь в лес, на солнце... Самое верное, это солнце, если погода ясная, да. Ну, вообще-то, логично перед тем, как пойти в лес, посмотреть карту, правда? Стороны света выяснить, да? Чтобы понять, куда... Никто не смотрит, Александр, вот уверяю, большинство не смотрит. А я расскажу, как надо бы делать, да. То есть, понять, что вот я захожу, значит, иду с юга на север, вот на востоке от меня железная дорога, там на западе трасса, а впереди 300 километров тайги. И вот, что если я пойду на север, то я пойду в тайгу, и, может быть, мне стоит вернуться куда-нибудь в другое место. Ну, вот если, возможно, по солнцу там ориентироваться, да. Но, на самом деле, ну, нет стопроцентных каких-то гарантий, потому что нет солнца, пожалуйста, ориентир потерян, да. Многие говорят, что я этот лес знаю, как свои пять пальцев. Ну, подул ветер, деревья упали, всё, лес не похож сам на себя. Вы зашли в болото, которое вот нынче разлилось или, наоборот, усохло, вы его обходите, всё, вы потеряли направление. То есть есть вариантов вообще масса, может быть. Эффект, или, как его называют, правой ноги, когда ты кругом начинаешь ходить, да, потому что шаг правой ногой ты делаешь больше. Ну, это так. Меня тут добрые люди спросили, а вы, говорит, советуете, когда вот дозвонились до пропавшего человека в лесу, переодеть, вывернуть рубашку? Я говорю, да-да-да, первым делом советуем. Ну, приметы, да, ну, то есть это из серии. Примета? Да, оказывается, народная примета. Примету, ежели, 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 да. Да, да, да. Вот, на самом деле, никто, условно говоря, в незнакомом лесу, как ни странно, вот ты говоришь, многие, мне кажется, не многие, а там типа 90% теряются в знакомом лесу, которые знают, как свои пять пальцев, и всю жизнь в него ходят. Вот, вот, большая часть заявок именно такая. Он ушел, да, он все время туда ходит, да, он его знает, да, тыры-мыры, именно так и теряются. Вот как ни странно, и большинство, то есть это не исключение из правил, а это как бы, ну, общее правило, общее место, что все теряются в том лесу, куда ходят, которые знают. И насчет там мха, солнца и так далее, это называется страшный сон поисковика, когда попался, ну, условно говоря, дедушка-выживальщик, когда он, значит, в молодости занимался там спортивным ориентированием, бегом на лыжах, умея тыры-мыры, вот это вот туши свет, это прям вот то, что мы любим. Ну, потому что, смотрите, вот у него, он умеет ориентироваться там, не знаю, по мхум, звездам, солнцу, чему угодно, и даже если у него с собой компас, да, и вот, я даже, соцопрос, да, вот у вас есть компас, вы заблудились в лесу, куда вы пойдете? Вот 90% отвечают на север. А зачем? Вот тот же вопрос, не знаю почему, ну, просто потому, что показывать на север, значит, я пойду. Ну, надо же было знать, в какую-то сторону изначально шел. Вот, поэтому я предлагаю карту посмотреть перед тем, как вы идете. А чтобы выйти обратно, тебе нужно в противоположную сторону, соответственно, идти. Совершенно верно, да. Ну, вот, когда люди, когда люди уверены в своих силах очень сильно, да, но что-то их подводит, что-то пошло не так, то, конечно, здесь ситуация может быть гораздо более серьезная, что человек не уверен, он далеко не пойдет. Он сядет и будет ждать, когда его дойдут. Помощи. Да, да. А человек, который уверен в своей возможности самостоятельно выйти, он может уйти и за 30, и за 40 километров, и как бы этот поиск может... Ну, я сам выйду когда-нибудь. Ну, это, видимо, не самый распространенный случай, да, для нашего региона, по крайней мере. Какой? Когда человек действительно полагается на свои силы и что-то там ориентируется и уходит за... Очень распространенный. А, распространенный все-таки? Да, да, да. Охотники, раболовы, которые вот прям... Была одна из заявок несколько лет назад, когда терялись, это был резонансный поиск двух девочек, подростков, и когда мы едем в машине, и нам инфорк зачитывает, что девочки умеют. Их папа реально готовил такое ощущение, что в спецназ они даже дикий мед в лесу были. И вот тогда мы, мне кажется, всем экипажем чуть не посидели, потому что в экипаже опытные поисковики, это был первый поиск... Они знают, из какой лужи можно пить, где найти. И вот это самый страшный вариант. Ну, нашлись? Да, да, они нашлись в населенном пункте, даже не в лесу, да. Они сами вышли, да? Нет. А, или не уходили никуда. А, кстати, Александр, совет, вот рассматривали мы ситуацию, когда специалист дозвонился, успокоил, да, мы знаем, где вы. В этом случае, ну, вы же называете потеряшка, да? Ну, это мы между собой, да. Между собой, да. Между собой, да. В этом случае человеку рекомендуется... Сидеть. Оставаться на месте, да. Это в любом случае. Это в любом случае. Не уходить. Вот если можно было бы выбрать только одно правило какое-то, я бы сказала, потерялся, стой. Вообще неважно, город, лес, природная среда, что угодно там, где угодно. Потерялся, остановился, всё. Ну, это психологически, мне кажется, очень сложно для человека, который потерялся, стоять и ничего не делать. Но если об этом не говорится, можно ходить вокруг дерева, где вы потерялись. Поприседать можно, поотжиматься. Ну, то есть на ограниченной территории, там, не уходить за многие сотни метров. Потому что очень часто бывает, что действительно часы проходят, вот мы видим следы, следы совпадают, размер обуви совпадает, там, ещё какие-то приметы, например, то, что баба, ну, как бы там, палочка, например, да, всё как бы. Но мы можем часами ходить по этим следам, потому что человек там 3 километра на север, 4 на юг, и он плутает, и он ходит. То есть у него тревога, и мы не можем, при том, что следы, они могут быть разнонаправленные, и мы уже не можем понять, в какую сторону, когда прошёл вперёд, то есть он уже вернулся, или он туда ушёл. Поэтому очень важно оставаться на месте. Так, проще обнаружить человека, вывести его к людям, чем когда начинают на каком-то, ну, как бы. Ну, надо понимать вообще, что когда человек теряется, у него наступает паника. Это нормально, абсолютно нормальное явление. Да, естественное чувство. И нужно об этом говорить. Человек должен понимать, что она пройдёт через 5 минут, через 10, через полчаса, но она пройдёт. И просто это время нужно тратить не на то, чтобы метаться по лесу неизвестно где, как, и подвергаясь опасности, а сесть, спокойно подышать, взять покушать, там, чтобы с собой подкрепиться взяли, водички попить, подумать, позвонить по телефону, сказать, что я потерялась, то есть, ну, с толком употребить. Через какое-то время паника склынет, и можно будет как-то уже более адекватное действие предпринимать. А мы как-то говорим, всё, телефон, 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 неужели у всех? Прямо сейчас вот 100% есть средства связи с собой. Очень многие, мне кажется, пожилые люди как раз не берут телефон с собой в лес, потому что боятся его потерять. Зачем он мне там, они говорят? А вдруг что, да? Это намного, да, затрудняет. Ну, это печально на самом деле, да. Ну, давайте скажем, что не панацея взять с собой телефон, естественно, он просто очень облегчает поиски в случае чего. Конечно, случаются печальные ситуации, даже если человек с телефоном, не всегда можно определить, дойти, там, что-то может быть случиться другое. Вот, но это очень-очень облегчает поиск и эвакуацию, и помощь психологическую в том числе по телефону. И я думаю, что это один из самых таких, наверное, главных, одна из самых главных вещей, которые вообще надо брать с собой в лес. Вода, телефон, это прямо вот всегда должно быть, и побольше желания. Потому что полностью заряженный сотовый телефон, а не высаженный. Да, мы об этом, о том, что нужно еще с собой брать в лес, поговорим после небольшого перерыва, полминуты и вернемся. Десять минут, чуть больше у нас остается. Мы продолжаем нашу беседу с представителями поискового отряда «Лиза-Алерт», Александра Яговкина и Юлия Иоаннушайца. И давайте уж продолжим практическую информацию, да, конкретную. Что брать с собой, кроме телефона? Хотя, понятное дело, что многие этим пренебрегают, хотя и знают прекрасно, и слышали, и читали много раз. Мне кажется, что пожилые люди, которые уходят за грибами или за ягодами со своего садового участка в ближайший лесок, условно говоря, они с собой даже воду не берут. Зачем? Я же вернусь через 2-3 часа, я вот только что позавтракал. Зачем? Ни воду, ни спички, ни перекусы. Но на самом деле это не в плане того, чтобы похвастаться, как мы хорошо работаем. Но это правда работает наше направление профилактики, и отряду в этом году уже 9 лет осенью будет, да. И мы видим, как потихоньку меняется ситуация. И если раньше, условно говоря, мы не могли встретить в лесу ни одной пожилой женщины в яркой одежде, то сейчас здесь действительно начали, да, 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 случается, берут жилетки с какими-то светоотражающими. Хотя мы, конечно, повторяем, что яркая одежда, вода. Легче будет заметить в случае, что... Да, люди надевают камуфляж и думают, что грибы их не увидят, и легче найдутся. Нет, это неправда. Надо надевать очень яркую одежду, желательно вот эту автомобильную жилетку. Оранжевая, она прямо очень хорошо видна. Либо зеленую такую, да? Ну, да. В смысле, салатовую такую. Да, да, да. И ночью в свете фонарика тоже светоотражающая лента, на ней она тоже очень помогает. Надо ли брать с собой фонарик? Ну, это пожелание. Зависит, наверное, от ситуации. Мы рекомендуем минимальный набор. Есть минимальный набор, а дальше уже, как бы, по желанию... Фонарик есть в том же телефоне. Чем больше возьмете, тем... Что входит в минимальный набор? Палатка, тушенка, макаронки. Давайте начнем с того, что надо взять с собой голову и здравый смысл. Это прямо всегда, везде выходя из дома и даже в доме. Распечатанную карту? Нет, нет, не надо. Первое – это телефон, заряженный телефон. Если два и пауэрбанк, это просто вообще прекрасно. Затем вода, обязательно нужна вода. И желательно брать побольше, потому что в лесу, когда вы устанете, пить будет хотеться очень сильно. Ну и плюс промыть рану, умыться, еще что-то делать. То есть вода, она всегда нужна. Полтора литра – это вообще немного для леса, совершенно, даже на 2-3 часа. Перекус легкий – это прямо очень здорово, потому что если вы возьмете там какие-нибудь орешки, конфетку, что-нибудь такое, это лучше, чем колбаса и вареные яйца. Но сохранится дольше и энергию восстановишь. Ну, собственно, вброс углеводов, да, он быстрее произойдет и почувствуете себя лучше. Если у человека какие-то хронические заболевания, надо обязательно брать с собой таблетки, лекарственный препарат. То есть астматикам надо брать баллончик обязательно с собой. Гипертоникам, соответственно, таблетки от давления. Если что-то принимают постоянно, ну, скажем, раз в день, возьмите, даже если вы этим днем уже приняли таблетку, лучше пусть она будет про запас, чем в критической ситуации она у вас не окажется. Яркую одежду, вот уже сказали, да, то есть что-то надевать такое, чтобы вас было видно издалека. Ну, а дальше уже начинается там по желанию. Здорово, если у вас есть спички, вы сможете разжечь костер. Ну, или зажигалка. Отлично, если вы распечатали карты, у вас есть с собой компас, это прям очень круто. А компас помогает, да, человеку погрузиться? Если вы... Если он умеет им пользоваться. Да, если вы умеете пользоваться, и если вы понимаете по карте, куда вы пошли, что вы пошли на север, вам обратно надо на юг, то, конечно, это поможет в какой-то мере. Вот, но если вы не умеете этим пользоваться, тогда лучше не рисковать, наверное, чтобы не путать себя. Фонарик, я спрашивала про него, не знаю, там, либо налобный, либо просто фонарик, потому что если ты в лесу... Ну, это скорее уже для поисковиков, для добровольцев уже. Нет, 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 я думаю, что это для человека, ты же можешь сигналы подавать, то есть вот ты сидишь в лесу в темноте... Но если есть спички, ты можешь разжечь костёр, и дым будет виден за несколько лет. Сейчас я боюсь, что нельзя разжечь костёр, вот жарко же сейчас, пожарная опасность. Мы же... Я говорю, что это... Вот есть какой-то минимальный, а если человек возьмёт фонарик, вообще не будет лишним совершенно. Если он не потеряется при этом, да, ну, то есть мы как бы, это уже такие дополнительные опции, что называется, фонарик, спички. Свисток, чтобы подавать. Возьмите с собой большой пакет мусорный. Чёрный. Его можно... Ну, цвет не прицепляет. Его можно использовать как дождевик, в него можно набить лапник и сидеть на земле, и даже прилечь в случае чего. То есть это лучше, чем на сырой земле. В него можно грибы складывать, например, если много... Если повезёт. Ну, сложенный пакет, он немного места занимает, да, куда-то в рюкзак, в сумку можно его положить. Мы тут, кстати, про грибы, ну, ты говоришь, грибы собирать. Был один из случаев, когда грибами человек, потерявшийся в лесу, стрелки выкладывал, то есть она уже знала, что её ищут, и чтобы облегчить задачу, грибами вложил направление. Было понятно, что человек хочет, чтобы его нашли. Да, то есть было видно, что это труд человека, да, руками человека это сделано. Да, подождите, то есть она не сидела на месте. Она не сидела, да. Она вышла на дорогу, просто на лесную дорогу, и решила пойти по ней, и чтобы показать направление, куда двигалась, выложила грибочками стрелочку, что я иду туда. А сколько было лет? Кто это такой? Не помните? Ну, не знаю, лет сорок, может быть. Тут один дедушка в 80 с лишним лет писал на обочине буквами, ну, как бы, что, типа, я ушёл там тоже. То есть иногда люди догадываются посылать сигналы, да. Там, опять же, вот, про дополнительную, условно говоря, опцию, если у вас, ну, опять же, мы не сможем, вот, знаете, шкиперная лента, ленточки, да, то есть если как-то можно обозначить направление, куда вы идёте, но это, как бы, может быть, это будете вы, не вы, то есть понять в лесу бывает сложно, да, что... Ну, у нас ещё, мы когда детям рассказываем, мы им рекомендуем такой, даём совет, который вызывает веселье. Мы говорим, возьмите с собой туалетную бумагу, рулон, она, во-первых, по назначению пригодится, во-вторых, там, руки вытереть или ещё что-то, а, в-третьих, её можно намотать на дерево, чтобы обозначить, что вы тут были. Да-да-да, как некая сигнальная лента, да, удобно очень. Три минуты у нас остаётся, ко многим вещам не успеем перейти, там, поиски в условиях города, это тоже отдельная большая очень тема. А будут ли у вас, кстати говоря, обучающие какие-то... Да, вот на профилактике, на обучении, на передаче информации, вот как-то хотелось бы сейчас немножко поговорить. Они у нас проходят регулярно, нон-стопом, и опять же, там, например, если это детская профилактика, направление школы Лиза-Алерт, то можно звонить, ну, сейчас лето, каникулы, как только начнётся осень, звонить, и наши волонтёры приедут в ваш класс и вашим детям расскажут. Для новичков обучение проводим регулярно и так далее, то есть вся информация актуальна, все мероприятия наши, которые мы... всё есть в группе. То есть листайте, читайте, изучайте, ну, то есть... Поисковый отряд Лиза-Алерт в Кировской области, напоминаю, группа называется, да, ВКонтакте. То есть это самый оптимальный способ. А вообще лучше приходите на поиск, и вы там получите море информации, позитива и пользы для себя и для других. Вот, кстати, я очень удивился того, с чего мы начинали. Есть люди, которые ужасно боятся леса, да? Да. Но при этом желание помогать у них превалирует, и они всё равно приходят, приезжают. Этот страх, он проходит быстро, да. Когда ты понимаешь, что ты действительно, ты не один. Когда нам опытные инструктора из Москвы, новичкового направления, советуют, приходите на ваши лекции, а мы их регулярно проводим, последнее время вот библиотека Герцена нам помогает, приходите, ну, в кавычках, в гражданке, не ходите туда в отрядной форме и не пугайте. Лучше наденьте платьишко и улыбайтесь, чтобы все видели, что поисковики — это такие же точно люди. У некоторых действительно они думают, что нужны какие-то супертребования, что надо быть... Суровые лица. Да, суровые лица, там все, значит, рации, все эти подвесы, обвесы, нет, ну, как бы, кроме вашего желания горячего помогать и быть нужным, ничего не надо, никто никого не бросает, и, как бы, вот этот страх там иногда бывает, ну, тоже, как бы, меня лично, например, поначалу веселило, что некоторые поисковики девочки, они готовы идти в болото, в лес, это, но они боятся осматривать кладбище ночью. Я думаю, господи, ну, вот правда, вот есть какой-то суеверный страх, видимо, с детства, да, ну, как бы, ок, тебе назначат на другую задачу и отправят, ну, как бы, в другой квадрат, вот, то есть, ну, как бы... Можно вообще ходить по дороге, осматривать обочину, например, такое, или быть в штабе и, там, помогать регистратору выдавать оборудование. И вообще, я считаю, что если у человека есть хоть какой-то интерес и какие-то вопросы, приходите, попробуйте, вот пока не попробуешь, ты не узнаешь, а может быть, в тебе спит гениальный поисковик-координатор или еще кто-нибудь. То есть, видите, вот конкретную, да, заявку, объявление о поиске, вот свяжитесь по координатам указанным и попробуйте себе свои силы. Да, там же видно, что как отписываются, то есть, напишите так же, что я готов, там, да-да-да-да. Напишите, боюсь, но готов. Да-да-да-да. В шахте есть специальная форма, да, что писать, как, собственно, сообщать. Увидят, что это новичок и большинство так и приходят в отряд, просто выезжая на свой первый поиск. Отписываются и в отряде остаются, небольшая часть приходит там через лекции, услышим где-то что-то, просто... Вот, да, приходите как-нибудь, как раз, посмотрите. Кстати, вы про помещение-то сказали, оно уже все сделано, оборудовано нет, 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 только начинается процесс. То есть, будет своя точка в Кирове, где можно будет действительно прийти, познакомиться с вами, в том числе, поучаствовать в занятиях, да. Может быть, для кого-то первым шагом, возможно, станет не конкретный выезд на поиски, а вот прийти к вам непосредственно в офис. Как в мультике «Крокодил, Гена и Чебурашка», там, «Домик для друзей», то есть, в принципе, можно прийти туда и помочь с ремонтом, все равно мы его делаем своими руками. Адрес-то можем озвучить? Адрес-то можем озвучить? Аль, пока не будем, да. Мы напишем в группе, в принципе, пригласим всех желающих. Когда будет... Опять же, можно позвонить на горячую линию и сказать, я бы хотела помочь с помещением, куда мне приходить. Да, да, и вас сразу же переключат. Давайте еще раз номер горячей линии напомним, 8 800 754 52, горячая линия Лиза Алерт. В общем, ближайшие два месяца, я не знаю, пожелать вам ничего, сил? Время для сна. Время для сна, да, чтобы было время для сна. Спасибо нашим гостям. Присоединяйтесь к поисковому отряду Лиза Алерт. Ну, я не знаю, вот все, у кого родственники пропадали хотя бы раз, там, особенно пожилые, они понимают, какое важное дело вы делаете. Спасибо большое Александру Яговкину, Юлию Янушайну, всем там, членам отряда в вашем лице. Мы с Владимиром Сметаниным программа «Дневной разворот» завершаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова